Спасибо за возможность присоединиться к столь интересной сессии. Позвольте представить клинический случай о течении ковид-инфекции у пациента с немелкоклеточным раком легкого, получающего иммунотерапию. Наш диспансер был направлен пациент 58 лет с длительным анамнезом курения. Он был направлен в связи с тем, что амбулаторно по месту жительства предъявил жалобы на эпизод кровохаркания в январе 2020 года и также имел анамнез длительной затяжной пневмонии с неразрешающимся по данным флюорографии затенением в корне левого легкого. В условиях городского онкодиспансера он был дообследован, выполнена компьютерная томография и в корне левого легкого выявлен центральный опухолевый конгломерат размерами до 50 мм, который сужал верхний долевой и нижний долевой бронх, прорастал нижний долевую ветвь левой легочной артерии. С целью верификации данного образования пациенту выполнена фибробронхоскопия и по данным бронхоскопии выявлена опухолевая деформация левого главного бронха, помимо этого образование правого верхней долевого бронха и правого нижней долевого бронха. То есть у пациента были выявлены опухолевые образования как в правом легком, так и в левом. И по данным гистологического исследования во всех фрагментах опухолевой ткани пришел плоскоклеточный рак. Пациент также был дообследован в плане коттебрюшной полости, мрт головного мозга. Данных за наличие очагов в этих областях получено не было. И таким образом пациенту установлен диагноз. Центральный рак левого легкого с метастатическим поражением контрлатерального легкого, что соответствовало четвертой стадии заболевания. Пациент был направлен для получения химиотерапии первой линии в стационар. При поступлении в стационар в августе 2020 года в плановом порядке выполнено ЭКГ. Пациент не предъявлял ранее жалоб на нарушение ритма, но по данным электрокардиографии выявлен впервые в жизни эпизод трепетания предсердий. И пациент в экстренном порядке переводится в дежурный кардиологический стационар. Учитывая отсутствие эффекта от подобранной антиаритмической терапии, пациенту выполнили радиочастотную абляцию очагов патологического ритма. Далее он получал симптоматическую терапию в условиях кардиологического стационара и через полтора месяца вернулся для продолжения специфического лечения по поводу злокачественного заболевания. При повторном обсуждении пациента сохранялся удовлетворительный ЭКГ-статус, но по данным контрольно-компьютерной томографии выявлено прогрессирование заболевания в виде увеличения опухолевого конгломерата с формированием отелектаза левого легкого. Помимо этого, по данным эхокардиографии выявлено снижение глобальной сократимости левого желудочка, дилатация всех камер сердца, появление выпадов полости перикарда. Фракция выброса составляла 48%. Пациент пришел к нам с заключением от кардиолога с возможностью проведения химиотерапии исключительно по жизненным показаниям. К тому моменту подоспели результаты иммуногистохимического заключения, и мы получили результат о том, что пациент является гиперэкспрессором. ТПС для данного пациента составлял 95%. Решением мультидисциплинарного онкологического консилиума было принято решение начать иммунотерапию в монорежиме, учитывая стадию, морфологическую верификацию и наличие выраженной сопутствующей патологии, которая препятствовала назначению платинового дуплета. Из октября по декабрь 2020 года выполнено три цикла иммунотерапии первой линии по схеме отеза Лизумаб. Клинический данный пациент имел положительную динамику в виде уменьшения одышки при физической нагрузке, и осложнений при этом терапии выявлено не было. В плановом порядке после третьего введения пациент выполняет КТ-контроль, и по данным КТ грудной клетки сохранялась стабилизация заболевания, но внимание на себя обратило правое легкое. В правом легком были выявлены КТ-признаки неравномерной пневматизации в сочетании с центролебулярной эмфиземой и изменениями и уплотнениями легочной ткани по типу матового стекла. Эти изменения были выявлены во всей правой доле правого легкого. После того, как ужас, который охватил нас, когда мы увидели эту картину, отступил, мы начали думать в сторону дифференциального диагноза. Ещё два года назад первое, о чём бы мы подумали, это о лекарственно индуцированном пневмоните, то есть иммуноопосредованном нежелательном явлении, потому что как раз средние сроки развития пневмонитов – это 2-3 месяца после начала иммунотерапии. Но, учитывая то, что живём мы сейчас уже в эру ковид-инфекции, первым нашим этапом было, во-первых, сбор анамнеза у данного пациента, мы не получили данных за то, что он имел тяжёлую одышку, мы получили данные о том, что он имел однократный подъём температуры, редкий сукой кашель. И пациент был направлен на сдачу мазка ПЦР на ковид-19. Он сообщил о положительном тесте, было рекомендовано вызвать участкового терапевта. Участковым терапевтом пациент был осмотрен и назначена амбулаторная терапия, включающая в себя нестероидные противовоспалительные препараты, препараты орбидол и антикоагулянты, которые он и ранее принимал. Состояние пациента оставалось стабильным, пациент получал лечение в амбулаторных условиях. Через месяц был выполнен КТ-контроль. Выявлена положительная динамика в виде частичного разрешения, выявленных ранее зон консолидации, но большая часть из них оставалась. И нами был вновь собран мультидисциплинарный онкологический консилиум для решения вопроса о том, что делать дальше с этим пациентом. По данным первичной опухоли у пациента не было выявлено прогрессирование процесса. Он имел удовлетворительное состояние, к тому моменту уже получил отрицательные маски ПЦР. Нами было принято решение продолжить проведение иммунотерапии. И пациент возобновил проведение иммунотерапии от эзолизумабом, получал ее до августа 2021 года. Всего выполнено 12 введений. Максимальный ответ получен стабилизация. При этом пациент сохранял удовлетворительное качество жизни. У него были жалобы лишь на минимальную надышку при физической нагрузке, несмотря на такое большое распространение. Но в августе 2021 года было зарегистрировано иммуноопосредованное нежелательное явление в виде гипертириоза второй степени. Появились клинически значимые симптомы. У пациента вновь появились изменения ритма, возникли пароксизмы, фибрилляции предсердий. Учитывая полученные данные ТТГ, Т3Т4, нами была назначена симптоматическая терапия тирозолом, метилпренизолоном. Пациент был госпитализирован в кардиологический стационар. В связи с невозможностью восстановления ритма на фоне радиочастотных абляций, антиаритмиков, было принято решение об имплантации кардиостимулятора. Но, к сожалению, через некоторое время жена пациента сообщила нам, что пациент погиб в августе 2021 года. В данном случае я хотела бы обратить внимание на следующие акспекты. У данного пациента присутствовали факторы риска тяжелого течения COVID-19. Наличие онкологического заболевания, первичная локализация опухоли в легком, позитивный статус курения и выраженная сердечно-сосудистая патология. Однако заболевание при этом протекало в легкой клинической форме и не потребовало госпитализации. При этом рентгенологическая картина тяжести интерстициальной пневмонии абсолютно не соответствовала клинической картине заболевания. Также раннее возвращение к иммунотерапии, несмотря на сохраняющиеся инфильтративные изменения в легких, не привело к развитию осложнений лечения заболевания. И вот на сегодняшний день все так же нерешенным вопросом остается то, как перенесенный COVID-19 повлиял на эффект проводимой противоопухолевой терапии, как он повлиял на развитие отдаленных осложнений и декомпенсацию сопутствующей патологии. Спасибо большое за внимание.